Не могу совладать с собой, прям так и хочется что-нибудь. Я уже думаю, нарушники какие-то здесь. Нет, а что вот, например, если мы будем пить воду, вот очень часто рекомендуют, например, пить тёплую воду или пить чай, потому что мы же говорили, что чай, кофе – это ноль калорий, да, обсуждали? Вы понимаете, сколько бы вы не выпили воды, чая, не съели выгодных фруктов, ваш аппетит всё равно не пройдёт, пока вы не разберётесь с теми чувствами, которые у вас скрываются за вашим аппетитом. Вот сегодня буквально всё пронизано чувствами самого первого сюжета, да, я чувствую, что в воздухе витает потребность в отдыхе, в развлечениях, в насыщенности какой-то жизни, да. И вот как раз в данный момент я хотела продолжить про аппетит. А вот давайте перед тем, как вы продолжите, вот мы же выяснили нашу проблему, и я предлагаю напомнить нашим телезрителям, нашим друзьям и соседям про наш чемоданчик, потому что в чемоданчике-то у нас что? У нас же как обычное задание. И вот мы подарим вам, дорогие наши друзья и соседи, если вы будете… А переверни. Простите, пожалуйста. Если вы на протяжении двух недель будете верно отказывать наше задание о том, что же лежит в нашем чемоданчике, будете правильно присылать свои ответы на номер 5577, вы обязательно выиграете этот подарочный сертификат на то, чтобы посетить центр «Доктор Барменталь» и, собственно, привести себя в порядок и сбросить тот самый нежелательный вес. Ты знаешь, как сказал «посетить»? Такое чувство, пришел и ушел. Долго это? У нас не уйдешь. Да, просто так не уйдешь. Сейчас не об этом все-таки. Используй, прийти туда, используй и уйти оттуда. Да, бесплатно. Вот тоже, что очень важно. Сегодня в чемоданчике, друзья, лежит у нас что-то мягкое, что-то теплое, что-то такое приятное. И надеваем мы это тогда, когда мы приходим домой. Как мы сегодня уже выяснили с Владом, все-таки делится процентное соотношение между мужчинами и женщинами 60 на 40. Все-таки женщины носят этот предмет больше, бывает он у них красивенький такой. И скажем еще подскажечку, и этих предметов два. Два. Ну да. Два. Их мы надеваем на себя. Два как за дно. Согласна. Пусть будет так. Все? Все. Сказала? Сказала. Да, пожалуйста. Так, ну и что же мы возвращаемся к нашей проблеме? Да. Да, ну я думаю, что мы возвращаемся после того, как мы вместе с вами посмотрим, наверное, что у нас в день истории. А, день в истории. Ну ладно, сначала его. Ой, вот про розыгрыши, про розыгрыши, а все-таки про то самое, вот разобраться в этой проблеме хочется? Да, все-таки проблема аппетита, как бы мы ни смеялись, да, сейчас, она достаточно серьезная. И даже у Светы она есть? Разбираться с ней надо серьезно, и лучше всего, если это делает специалист. Для начала просто обозначу, что может стоять за аппетитом. Отсядан. В общем, было множество, множество всяких продуктов, но когда мы начинаем разбираться, что же там стоит, а это может быть вот чувство одиночества, да, может быть чувство одиночества. Кстати, от одиночества человек ищет какой-то особенный продукт, вот именно это пирожное, именно вот эту конфетку, да, вот именно вот что-то такое. Еще сразу тут пошел, пойду спрашиваю свою одиночество, съем пироженкое. Да, ну вот именно конкретное пирожное, возможно, которое было связано, да, впечатлениями, там, не знаю, с каким-то человеком, да, с каким-то событием. Одиночество. Может быть, это тоска, да, когда тоскливо очень на душе, грустно, да, от тоски, кстати, человек тоже может есть сладкое. Вот давайте на этом моменте останавливаться, потому что мы не можем, она к нам стучится, стучится уже. Всегда вовремя. Спускается и прям, давайте пускай зайдет уже, реклама, заходи к нам. Одиночество. Да, одиночество, и вспоминая достаточно такой интересный промежуток времени, который мы провели за рекламой, да, вот есть еще чувство радости, да, есть чувство радости, и вроде бы как оно с аппетитом не должно быть связано, потому что когда человеку хорошо, ему не хочется ничего сладкого, там, соленого, перченого и так далее. То есть ему не хочется еды. Но если все чувства, и в том числе радость, да, вот чувства очень много, и тоска, и тревога, и радость одновременно, то, что бывает и на празднике, подавлены, не выражены, да, подавлены едой в том числе, возникает еще сильнейший аппетит. Такое, а где решение? Не выраженные эмоции, не пережитые эмоции, они пережевываются, да, вот это и есть аппетит. И чтобы они не пережевывались, нужно разбираться и выражать, учиться выражать эти эмоции, выражать свою радость, как ни странно, да, не все люди умеют выражать свою радость. Да, не умеют выражать свою тревогу, переживать, злость, да, вот особенно злость, это же социально неприемлемое чувство. То есть лучше прийти домой, покричать, что-то там высказать, да, пусть никак... Нет, ну покричать, в смысле, не на кого-то, а просто, может быть, самим собой, да? В конце концов, взять листы бумаги, да, плотно свернутые и разорвать их в клочья, там, приговаривая к твоему обиду. Ну, в общем, самое главное, что, да, много таких решений, главное прийти в... Центр. Доктор Барментарь, и, собственно, вам найдут все пути. Ну, или смотреть нашу программу каждый вторник, потому что каждый вторник мы говорим о чем? Конечно же, о том, как же справиться с голодом, как же понизить свой аппетит, ну и вообще, как привести себя в порядок. Спасибо, что вы были с нами все это время, пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин